Здарова, не ожидали? На связи с Керс. Сегодня мы продолжаем путешествовать по страницам манги Дан Дадан. Спасибо за активность под прошлым роликом, очень ценю. Этот выпуск будет короче предыдущего, но обязательно досмотрите до конца, если вам нравится эта манга. Там будет важная информация. Не забудьте бабахнуть Лукойл и проверить, подписаны ли вы. Ну а теперь нахватите вкуснях. Мы начинаем. Парочка со всех ног улепетывает от громадного краба. Мало недоумевает. Почему привязанный дух краб? Бабушка Мома рассказывала. Мертвые, для того, чтобы пересечь реку Санзу, принимают форму первородного краба. Но сейчас громадина не главное напасть. Бабка пытается вернуть себе контроль. Мома тут же хватает ее ауру. В этот же момент краб атакует. В последнюю секунду Акарун таки ее зайц в дьявольский рамс и закидывает девушку себе на спину. Это было близко. Старая вопит, чтобы они не смели ее взять ее силу, как попало. Мома лишь посмеивается. А вот у Акаруна проблемы. Девушка слишком тяжелая. Ему не вписаться с ней в поворот. Так и происходит. Парочка на сумасшедшей скорости летит вниз. Однако очкарик нашел способ, как справиться с этим. Он начал вращать своими ногами, будто пропиллером. Благодаря этому ему удалось снизить скорость. И приземление хоть и было тяжелым, но не смертельным. Однако краб не собирается их отпускать. Он последовал за ними. Турбопочан вновь вынужден бежать. Мома, оглянувшись, заметила, что на спине краба множество лиц. На улице полно народу. И все угорают с любителей поиграть в лошадку. Оказалось, что обычные нормисы не видят этого краба. У ботана кончается сила, и он причитает, что им не удастся выбраться. Но Мома сдаваться не собирается. Какой-то дерьмовый краб не сожрет их. У нее появилась идея. Она просит о короне повернуть налево. Краб следует за ним, разрушая все на своем пути. План Мома прост. Им нужно заманить эту громадину в узкое пространство. Но все складывается не так удачно. Чудовищу почти удалось их достать. Из-за его атаки парочка оказывается в бане. Ботан принял свою обычную форму. Дело плохо. Мало того, что в таком месте легко подскользнуться, так вдобавок вода и естественная среда обитания крабов. Но Мома кое-что приметила. Воспользовавшись своей силой, она дергает трубу с кипятком и направляет ее на краба. Когда их варят, они становятся нежными и напрягаются. А напряжение означает, что их мышцы твердеют. А движение замедляется. Так и случилось. Краб остановился. А еще он так краснеет, что аж слюнки текут. Но Ак-Уран не дал ей сожрать чудовище. Им нужно выбираться. Уже на улице парочке кажется, что можно выдохнуть. Еще чуть-чуть, и они покинут Сёна. Однако впереди они увидели бегущего человека. А затем еще и еще. Целая толпа людей бежит прямо на них. Когда они приблизились, ребята увидели, что это не совсем люди. Парочке приходится бежать в другую сторону. Турбобабка кричит, что придуркам не удастся так просто выбраться. Прямо на границе Сёна есть огромное кладбище. И они одолжили немного силы упокоящихся там духов. Сёна – их территория. И они не выпустят их так просто. Момо и Ак-Уран западни. Девушка просит парнишку вновь использовать свою силу. Ач-Уран уверяет, что даже с этой силой им не добраться до соседнего города. Но если он не использует ее, тогда они трупы. Этот аргумент перевесил все сомнения. Бабка кричит, что если очка нафт выложится на полную, то не сможет двигаться. Но ему уже плевать. Закинув Момо на спину, он прорывается сквозь ряды зомби. Однако сил хватило только на это. После стремительного прорыва, ему вернулся человеческий облик. Ощущение, будто он сейчас кишки выблюет. Момо просит его вставать. Им осталось совсем чуть-чуть. Но тут до нее доходит. Она не сдерживала бабку. В эту же секунду Акаруна прилетает с ноги. Момо пытается что-то сделать, но и сама отхватила в щит. Турбобабка настроена решительно. Так просто она это не оставит. Больше всего ей не нравится в молодежи то, что они совсем не уважают старших. Момо приподнимается. А бабуля-то неплоха. Так долго издеваться над детьми? Респект. Бабка требует, чтобы засранка говорила по-японски. Она не понимает их новомодный сленг. Выражаясь так, она ей напоминает мерзкую маленькую шлюшку. Сказав это, бабка объединилась с крабом. Ну, что они стоят? Пусть бегут. Будет скучно, если они даже не попытаются спастись. Когда она их догонит, будет долго с ними забавляться. Но она великодушна. Может дать им фору. Сколько надо? Десять? Двадцать минут? Момо просит одну секунду. Бабка в предумении. Сила Момо позволяет ей схватиться за что угодно. Рядом проезжал поезд. И девушка схватилась за него. Вместе с окороном ей удалось забраться на его крышу. Момо помнит слова бабушки. Раньше турбобабку звали бабуля сотка в час. Поезда едут на скорости 120 километров. Так что, если ее прозвище отражает предельную скорость, они спасены. Крабобабка догоняет их. Видя это, Момо продолжает подтрунивать на ней, повышая градус ее пукана. Но кое-чего Момо не учла. На повороте бабка сумела догнать поезд. Глупая шалашовка не подумала, что поезд не может постоянно двигаться с одной и той же скоростью, в отличие от нее. Им не сбежать! Момо говорит, что это ее реплика. Бабуля была права. Если ее разозлить, она последует за ним. Девушка своей силой удерживает старуху. До финиша рукой подать. И там их уже ждет байонета со своими оберегами. Добро пожаловать к Камикосе. Турбобабка вопит, чтобы мелкая засранка перестала использовать о ней свои силы. Момо признается. В открытую им бы не удалось победить. Бабка не зря прожила свой век. Но эта игра за ней. Бля! Как только поезд пересек черту, тело Крабобабки начало гореть. Турбо-шаболда повержена. И Момо вдруг увидела множество девушек. Все они стали свободны. И растворяясь, их лица озарились улыбкой. Зрелище завораживает. Но пора возвращаться в реальность. Схватив очкарика, Момо стягивает его с поезда. Они падают на перрон. Тело бабки медленно догорает. А Корун пришел в себя. Что случилось с Крабом? Где они? Девушка тяжело вздохнула. Кажется, они победили. Поднявшись на ноги, парочка увидела байонету. Некоторое время спустя троица возвращается к тоннелю, чтобы почтить память усопших. И они могли покоиться с миром. Бабуля произносит, что не хотела так жестоко обходиться с ней. В этом тоннеле убили множество молодых девушек. По возрасту они были ровесницами Момо. Над ними надругались. Порубили на куски и оставили гнить. Они не желали становиться злым духом. Затем бабуля рассказывает. Духовные медиумы уже очень долго выслеживали Турбобабку. Им даже удалось найти закономерность у ее поведения. Она всегда появлялась рядом с духами девушек, которых жестоко убили. Вполне возможно, Турбобабуля странствовала, чтобы пощищать духов девушек, которые не могли покоиться с миром. Она утешала их. Но мертвым запрещено причинять вред живым. Вот поэтому медиумы должны заставлять их перейти на ту сторону. Но живых это тоже касается. Нельзя проявлять неуважение к мертвым. Нет спасения для тех, кто оскверняет территорию мертвых. Это правила, которые живые и мертвые должны соблюдать, чтобы сосуществовать. Затем бабуля признается. Она очень рада, что им удалось выжить. Вернувшись домой, между бабулей и внучкой происходит эпичная заруба из-за краба. Если малявка не отдаст ей порцию, она сожжет весь мерч с Кеном. Внучка обещает в таком случае уничтожить коллекцию дисков с Бакатана. Да, Бэнета фанатеет от другого актера. А Корун не участвует. И вообще, он не очень голоден. Услышав это, его порция тут же была схвачена. Очкарик в недоумении. Как после всего того, что было, они спокойно могут жрать краба? Бэнета говорит, что тут ему не ресторан. И вообще, если он настоящий мужик, ему бы стоило перестать ныть, как сучка. Он вообще уверен, что у него есть член? Поправив очки, Акарун говорит, что все на месте. На Бэнете необходимо доказательство. Пусть вываливает своего питона. Мало растерялся. Она что, шутит? Но нет. Очкарик просит Мома помочь, однако девушка так увлеченно пожирает краба, что ей на все плевать. Тогда Корун решает свалить. Да Дори тут же бросается за ним. Некоторое время спустя. Увидеть член Очкарика Бэнете не удалось. Он так и сбежал. Но бабуля предупреждает. В следующий раз ему не удастся свалить. «Пришла пора Мома и Акаруну прощаться». Последние слова сказаны. Но видно, что обоим нелегко. И вот когда расстроенный Почан собрался уезжать, он услышал, как Мома сказала ему, что они увидятся завтра. На следующий день Очкарик идет в школу. Он ужасно нервничает. Ведь всю ночь только и думал, как же поприветствовать Мома. Вариантов была масса. От «Привет, красотка!» до «Здорово заебала!» Сердце бешено стучит. «Наконец он увидел ее!» «Черт!» «Почему она ждет его возле ворот?» «Точно не его!» «Наверняка подойдет кто-то другой!» «Ему лучше просто уйти, чтобы не мешать!» Неожиданно Мома подходит и толкает его в плечо. Он опоздал. Им пора идти. Наконец они добрались до школы. Пришла пора разойтись по классам. У Акаруна все без изменений. Его шпыняют. Но все-таки кое-что изменилось. Как бы жестоко к нему не относились. Теперь он может простить им все. Потому что у него наконец-то появился друг. В это же время, сидя в своем классе, Мома грустит. Ее одноклассницы не понимают. В чем дело? Неужто бывшему вернулась? Хотя вряд ли. Может депрессия? Все мысли Мома в этот момент об Акаруне. Ей так хочется поговорить с ним о пришельцах. У Ачкарика такая же история. Ему хочется послушать Мома. Про призраков и все такое. Вдобавок он винит себя за то, что утром почти не разговаривал. Он обязательно должен исправиться. Иначе Мома возненавидит его. На перемене они пытаются найти друг друга. Но у них не получаются. Они так близки. Но так далеко. Убив у ему времени, Акаруна наконец сдается. Видимо Мома его избегает. Это все из-за чертового утра. Она увидела, какой он скучный в повседневной жизни. И решила забить. Мома, кстати, рядом. И тоже думает, что дело в ней. Наверняка ему не понравилось, что она слишком навязчивая. Приставая к нему, она совсем забыла о его чувствах. Да, они оба считают, что неинтересны друг другу. Дурачки в расстроенных чувствах собираются возвращаться по классам. И так уж вышло, что они наконец встретились. Губами. Но довольно быстро отпрыгнули друг от друга. Самое страшное не их поцелуй, а то, что это увидели подружки Мома. Неужели она с ним встречается? Вот почему она грустила весь день. Смущенные подростки тут же начинают делать вид, что между ними ничего нет. И показушно оскорбляют друг друга. После порции унижения они расходятся. Но подруг Мома не проведешь. Эти двое ужасно близки. После такой неловкой ситуации, Акаруна приспичила отлить. Черт, он так перенервничал, что наговорил ей кучу всякой бредятины. Нужно извиниться. Однако сейчас есть проблема посерьезнее. Член ему вернули. Но вот его яйца... Они пропали. Дела Мома тоже так себе. Ее окружили одноклассницы. Ну же, пусть расскажет, с кем целовалась. Кто он? Из какого класса? Мома злится. И они все неправильно поняли. Но одна из свидетельниц поцелуя заявляет, что ее паренек гик. А вот и он, кстати. Акарун явно намекает, что потерял. И просит Мома пойти с ним. Одноклассницы явно не ожидали, что тот самый парень такой. Мома напоминает. Она не хочет его видеть. Акарун уверяет, что это очень важно. Масло в огонь подливают одноклассницы. Надо же, только начали встречаться, а уже ссорятся. Девушка просит их не выдумывать небылицы. Ботаныч спрашивает. Они ведь говорили утром. Почему сейчас нельзя? Мома говорит, что он сам отказался от общения. Акарун покраснел. Сгорячай, не такое ляпнешь. Но правда в том, что он очень хочет с ней общаться. Это признание рассмешило девиц. Несмотря на просьбы Акаруна, Мома непреклонна. Пусть уходит. Она не будет с ним разговаривать. Акарун спрашивает. Неужели дружить с ним настолько стыдно? Мома промолчала. И бедняге ничего не остается, кроме как покинуть класс. Даже ее подруги удивились. Это было как-то слишком жестоко. Был бы он ей другом, она бы отшутилась. Никогда прежде они не видели ее такой. После уроков Акарун пытается отыскать взглядом Мома. Но ее нигде нет. Наверное, домой ушла. Вдруг в него кто-то врезался. Парнишка сразу же извиняется. Виновница столкновения делает то же самое. У нее в портфеле была бутылка воды. Он уверен, что все в порядке? Девушка прикасается к его руке. И еще раз просит прощения. Чем сильно смущает бедолагу? Тянка улыбнулась. Он такой милый. В это же время опечеленная Мома собирается домой. Еще никогда она не чувствовала себя так, будто бы одна виновата. И тут она видит Акаруна. Рядом с ним какая-то баба лыбится. Че за херня? У него же нет друзей. И она какая-то слишком милая. Рыжая прощается с Акаруном и уходит. Когда она прошла мимо Мома, наша героиня услышала ее разговор с подругой. Оказалось, эта девка лишь забавлялась над очкариком. Ведь такие парни с девушками никогда не общались. Он теперь в жизни не заговорит с кем-то вроде нее. К тому же она дала ему затравочку на помечтать. Мома это ужасно злит. Неподалеку на шкафчике был тазик. И наша героиня огрела им шалашовку. Зовут ее, кстати, Эйра. Ее подруги в недоумении. Как тазик оказался над ней? Акарун заметил, что его новая знакомая упала. Он уже собрался на помощь, но его хватает Мома. Девушка просит, чтобы он пошел с ней. Ни одна глупая потаскуха не достойна его внимания. Пусть лучше на них падают тазы, чем западают парни. По дороге домой девушка извиняется за свое поведение. Просто там, во дворе, всем показалось, что они целовались. И потом они бесили ее расспросами. Ей совсем не стыдно дружить с ней. Смущенный Малу уверяет, что все в порядке. Он рад, что теперь все хорошо. Но любезности подождут. Есть проблема посерьезней. Они ведь точно победили Турбобабку? Мома уверена, что да. Проклятие развеяно, штучка на месте, все хорошо. Но Акарун говорит, что его яйца пропали. Чуть позже парочка приходит к бабуле. И Мома до сих пор поражаться не может. Байонета сердится. Она ж просила показать его хозяйство. Как он вообще мог этого не заметить? Это ж его яйца. Все дело в том, что когда его кувалда вернулась, он и забыл проверить остальное. Байонета говорит, что врать плохо. У него там в лучшем случае детский молоточек. Акарун кричит, что она даже его не видела. Бабулечка встает. Ну, в таком случае пора взглянуть. Акарун протестует. Но Додория говорила не о его члене. Она собирается посмотреть, что там внутри него. Вооружившись зеркалом, медиум осматривает мальца. А затем просит Мома принести куклу. Любую. И пусть наберет воды. В парнишке что-то сидит. После приготовления ноги Акаруна засунули в таз. А рядом на столик поставили куклу, возле которой установили оберег. Байонета сложила пальцы вместе. А в следующую секунду огрела Акаруна веером по голове, назвав мелким балбесом. Мало не понимает, в чем дело. Байонета требует, чтобы он молчал. И не двигался. Гнилой апельсин. Акарун узнал эти слова. Это ж из какой-то драмы по ТВ. Она бьет его вновь. А затем спрашивают у Мома. Видела ли она что-нибудь? Да. После удара цвета Аура Акаруна на секунду стал синей. Отлично. В таком случае, после следующего удара, Мома должна будет вытащить ту дрянь, что сидит в нем. Мома и не знала, что может так делать. Додория просит внучку приготовиться. Акарун вновь получил по шапке. Мома пытается сделать то, что попросили. Но когда она схватилась за это, Аура резко исчезла. Мома, черт, она убежала. Додория просит не волноваться. В эту же секунду кукла кота на столе ожила. И сразу же попыталась сбежать. Троица бросается в погоню. А эта хрень чертовски быстрая. Мома вспоминает, чему обучилась. Закрыв глаза, Она почувствовала Ауру кота. И довольно быстро схватила его. Он в кладовке. Кот в бешенстве. Да он всех нахрен поубивает. Оказалось, что это турбобабка. Мома в замешательстве. Они ведь убили ее. Но бабка лишь ехидно посмеивается. Мальцам вроде них это бы не удалось. Не стоит недооценивать старших. Когда ее тело загорелось, Она обернулась духой, В панике полетела к телу мальца. В этот момент ощущения были такие, Будто она плывет сквозь огненное море. Она чуть не погибла. Но все же ей удалось проникнуть в тело мальца бесследно. Она планировала посидеть в нем до той поры, Пока не восстановится. Чтоб потом убить их всех. И она не проиграла. Это просто передышка. Скоро она восстановится. И от них даже костей не останется. Мома просит старуху тщательнее подбирать выражения. Здесь они главные. А корон требует, чтобы она вернула его яйца. Бабка улыбнулась. Ему стоит дважды подумать перед ее убийством. Ведь если она умрет, То о своих шариках он может забыть. Ну да ладно. Она уже слишком долго терпит их. Пусть запомнят. Главное здесь она. А теперь пускай очкарик окажет услугу. Сходит на кухню за ножом. И прирежет этих наглых сучек. А она взамен вернет ему шары. Ну же. Чего он ждет? Это не просьба, а приказ. И он не смеет ее ослышаться. Слава старухи злята коруна. И в следующее мгновение он подрубает дьявольский рамс. Зачем она побеспокоила его? Это бесит. Мома не понимает. Че за херня? Из него ж вытащили бабку. Турбо шабалда тоже не выкупает. Как такое возможно? Ответ в веере байонеты. Он изгоняет злых духов. Но похоже, из-за природной упрямости турбобабки из тела ушло лишь ее сознание. Другими словами, ее энергия все еще в нем. В кукле только разум старухи. Кстати, она может вернуть все как было. Турбобабка напряглась. Наконец, Акарун вновь стал человеком. Это произошло из-за того, что он поддался своей ярости. Байонета в это же время воспитывает кошака. Мома просит ее остановиться. Стоит отдать турбобабке должное. Она та еще сучка. Но она не может ее ненавидеть. Ведь она сочувствовала убитым девушкам. Так же, как и Мома. Так что, может им стоит помириться? Как насчет сделки? Она возвращает Акаруну шары, а не ее энергию. Хоть бабке это и не нравится, но она согласна. Вот только есть проблемка. Яиц у нее нет. Она их потеряла. Итак, та самая важная информация. Пересказ по Дан-Дан-Дану я не верил. Именно поэтому такой разный хронометраж серии. Мне казалось, что удастся собрать максимум, ну, пару тысяч просмотров. И можно будет забивать болта на эту историю. Однако, вроде как, эта манга потихоньку собирает. Не столько, чтобы роняя кал бежать ее делать, но и не столько, чтобы просто взять и забить. Я живу за счет Ютуба уже два года. Некоторые манги были рассказаны до конца за счет поддержки зрителей. Даже несмотря на маленькие просмотры. Поэтому, ребята, если вам нравится этот тайтл, обязательно напишите об этом в комментариях. Там же можете написать, насколько подробно описывать эту мангу. Какой хронометраж должен быть у серии и нужна ли она вам вообще. По поводу длительности серии. Как вам будет лучше? 20 минут в неделю или 40 минут раз в две недели? Жду обратной связи. Если соберем больше одного косаря Лукойлов, и по статистике вторая серия не провалится в жопу, я сразу же примусь за продолжение. Теперь минутка благодарности. От всей души спасибо Тазику, Сергею Сушко, Крамеру, Максиму 426, Александру, Кудеснику, Артуру Просто, а также вот этим замечательным ребятам, благодаря которым существует мой канал. Присоединиться к ним можно, перейдя на мой бусти. Чем больше вас там будет, тем проще мне будет запиливать этот контент. Ну и разумеется, он будет качественней. Поскольку мне действительно нравится моя работа, и я хочу стать в ней лучшим. Также не забывайте заглядывать в другие соцсети. Пересказы я дублирую в ВК, а то замедление, ну, сами понимаете. А в телеге пощу самую актуальную информацию по Берсерку. Ну и другие новости канала. Кстати, сейчас на пару со своим солнышком я потихоньку вкатываюсь в озвучку сериалов. Можете заценить озвучку Спирали в нашем исполнении. В ТГК или ВК, ну, ссылки найдете в описании. Ну, ладно, пришло время прощаться. Спасибо, что смотрели до конца. С вами был Скерс. Чао. Пока.